во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола павла евреям 10 глава 25 стих не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай но будем увещевать друг друга и тем более чем более усматриваете приближение дня онного один стих сколько мне заложено это мы привыкли вот такой расхлябанной жизнью жить и мало того я прищищусь и грехи отпустятся и я буду где надо а если когда заболел скорее вызвать священника по собороваться лишь бы рот сумел раскрыть такой веры бог не оставлял как-то я беседовал с александром менее у нас такое впечатление будто бы бог господь пришел чтобы научить нас правильно кутью варить больше ничего нет итак не оставляйте собрание своего можем назвать собранием то что мы здесь собрались сейчас мы посмотрим по священному писанию по святой библии и увидим что в этом вещи нет собрание это там где разговаривают где спрашивают у нас ничего этого нету и не оставляйте мне пригласили сибирский город один раз тогда еще поездил посетите их и остановился в прихожей как у нас собственники а там лампочка слабая я считаю этот стих написано там только не написано не нету оставляйте собрание когда я сказал в старости священнику да вы что посмотрели правды доката старость написал как он мог так написать я держу людей все меньше и меньше делается может быть не от этого меньше но главное что оставляйте по повеление не оставляйте собрание своего а если оставляете вы не знаете о чем разговариваете слово божие говорит нам что судить нас бог будет по той книге которая здесь лежит 12 48 слова который я говорил большую букву я она будет судить вас последний день вот это что квартиры мы работаешь машины самолеты там дети это все сгинет горит земля и все на ней и тем более увещевайте друг друга это не не только священник должен вас приучать к этому а сколько было шесть человек а где остальные заболел как-то заболел почему молодые которые советская власть началась они прямо писали все ушли на фронт вы знаете закалялась а уважительная причина какая не пошел смерть я умер пойти не могу здесь нет любое где-то что-то копаем картошку здоровая крепкая душа и она не приехала а другая приехала и говорит а где же брат большой а у него насморк представьте осень светлая день впереди целая зима а то уже приучить надо человека к этому а кто то сделать тот отдаст мне если бы ты знал как это дорого обходится келья а рядом кустарники колючки приходит человек и помолись за меня помолись отдал монетах большая молитва он только уснул и видит человек подходит к нему и отдает а что делать спасай показали колючки где и он там стоит вытаскивать его а как оправдил вытаскивай ты деньги взял он пришел он показал твои деньги вчера да он так катнул и под горку бери больше не подходи я увидел что я должен делать я должен тебя спасать туда голый там перед богом ты мы не одевший будем это все наши регалии медали все это исчезнет израиль выйдя из египта учился вере и учился очень серьезно если бы сейчас у нас так это включить завтра ни одного не будет что-то маленькое слово сказал не так я тогда перехожу московскую патриархию батюшка это еще тебе здесь не нравилось или что просто ухожу то есть маленькая наметка что это обличили его уже терпеть не может значит избрания не было рождения свыше не было обманщик ты обманывал себя и бога хотел обмануть прочитай еще раз слушайте мы по одной буквы будем разбирать сейчас от этого зависит где мы будем не будем оставлять собрание своего своего не чужое а я пойду сейчас такой-то собор где там нет вообще собрание нету пришел отстоял свечку купил подошел поцеловал и дальше уходит такой веры бог не оставлял сейчас популярный такой мещеринов отец петр и гумен московской патриархии он председатель там молодежный союза всей страны и сейчас ставить небольшие ролики прямо показы то что у нас в церкви сегодня делается считает 80 процентов вообще не нужное она никого не касается нигде все-таки евреи виноваты евреи распяли там переведи на русский язык а ты гуман говорит академию окончивший обычно когда не так его там где-то зажмут к нему пальцем никто не прикасается он берет самую суть я посмотрел у меня которые книги лежат там у него две были небольшие книжонки такие и уже тогда 20 лет назад я на него ссылался мещерина советую всем посмотреть целая серия идет как мы приходим знаем ли мы бога мы сейчас будем смотреть только то что толкование не требуется еще рассчитаем не оставляйте собрание свое потом как есть у некоторых обычаи от обычаи же в обычаи вошло вот выходит заходите пожалуйста никаких спрячется в другое место куда-то или эту комнату зайдет или куда-то скорее убежать кто-то ждет там во дворе причин никаких нет не оставляйте понимаете вам не оставляйте это не я говорю это павел павел говорит не я я думаю имею духа святого не оставляйте какая причина была у тебя дома больные ухаживаешь причина важная а если так через дорогу перейти здесь не приходят эти люди нету потеряевку приезжают родственники через дорогу перейти в субботу никогда нету вообще нету я пытался выдвинуть и потом люди хорошие добродетельные нам помогают ну по электронике чем занимать это в огороде еще не убираются то есть вообще нету эту косилку берет и начинает там трещать на улице я вставляю богослужение бегу туда служба идет вот заметьте серафима гаврилова бана в 94 года умерла ее нету а как праздник в середине не даже не праздника отмечается дата такая я сразу посмотрел нету пришел она на огороде я говорю а почему вы не храме а что так службы служба ахты как она взахалась 94 четыре года почему внутри заложены вот победа день победы отмечают у нас отмечают и вот теперь бы когда стали отмечать день победы стали бы говорить из этого города зайдите около вокзала там сколько погибло города герои там я ходил когда снимал очень много такое то такое то такое то там был не вернулся в израиле также было победа одержанная так пересчитали а город мира стучат я не вижу посчитали никого нету еще рассчитайте как же так нету посчитали нет нигде так а уже все защихлили пушки слили горючий останков срочных одеться всем идем на войну какой город мира стереть с леса земли это в этой книге библия написано почему я как экстремистка сегодня а тося чтобы запретили ее она дескатаясь как коран и прочее прям депутаты думаю выносят это сегодня да она экстремист экстремист то есть высшей степени качественно сделать работу это бог сказал бог сказал мы идем на врагов да там люди такие понимаете высотой там с березу а стены там до облаков помните сколько человек было двенадцать человек пошли от каждого колено и только двое сказали с нами бог и егова мы победим не победить сколько ходили они в разведку 40 дней за каждый день бог задал год и это поколение которое было старше все вымереть даже песок зарытые а которые с 20 лет родятся те войду в обитованную землю мы все кончено разговора кончен бог не дает назад ходу я тебе давал вчера ты сегодня уже все ныне когда услышите голос божий ныне сегодня не ожесточите сердец ваших как возьми ропота помогло им это не грамма еще читаем выщивайте друг друга не просто их нет а почему нету заболел что заболел ноги отломились машина лопнула или что что сегодня конкретно здорово крепкие мужики нету но будем выщивать друг друга тем и тем более тем более усматривайте приближение дня он но за счет его на вас туда не при но если бы усматривали они бы сказали вообще мы пристанем перед богом значит эти люди которые не идут этим людям и подсказывать они не усматривают события мире развивается сейчас так стремительно предсказания даже тех которые политические деятели были все относится на последующие задача поставлена восемь миллиарда поставить полмиллиарда это никуда не идет завтра вот так когда уходишь из дома оглянись что мне здесь нравится в твоей квартире там посмотри как ты приходишь там все готово ничего этого не будет до кого говорите нельзя но не зашли зашли четыре с автоматами соседи но и машина их остановилась они по порядку проще сует как это было было такое и что так они женой что-то делать и будут четверо с автоматами еще раз говорю они в дверях стоят они теперь распоряжаются твоей дочерью твоей женой матерью а я все последнее слово теперь они сразу идут с огнеметами сжигают дотла и больше никого здесь нету поэтому обвинять авраама что он сказал ты если понравишься фараон возьмет тебя и мне хорошо будет то есть да какой же ты азлатулус говорит он знал жестоковые на всяких людей египтян спасти его не мог а он спас самого себя а господь наказал что он хотел прикоснуться фараона всех поставил на колени и так чем больше усматривайте приближение дня вонова если тебе по сердцу это что ну не так но не тысячу лет еще на земле жизнь то будет уже все израиль объявляет предсказано было даже что израиль употребит атомное оружие вы понимаете что за этим сразу идет около миллиарда людей двинется с той стороны только суда чтобы избежать миллиарда потому что население главное там это сегодня это прям вплотную подошло исполняется это в интернете все показывать я не называю фамилии но что было понятно игра окончилась не оставляйте я прошу кто никогда не осталось то вас уже закрепилась я только здесь как пробка вылетел и пошел ему разве нет повторяю люди хорошие нужные даже если я потеряю вас навсегда я обязан сказать не уходите здесь мы разберем кто болен кому пойти какие события важные для нас здесь что мы отмечаем прошлый раз было день сайта сколько мы получили добра за это время потому что нас отмечаете где-то мировое сообщество где-то и наши материалы берут и берут это не от нас зависит хотя у нас обслуга и программисты хорошие это другое вернулись в городу мирозу весь уничтожен штурмовать его этого кёнигсберга не будет все покончено ни детей ни жен никого не оставлять если оставляли когда-то где-то там на войне что если она девица не познавшая мужа можем взять ее 40 дней она будет здесь нести пятимью волосы ногти остришь а потом ты ее смиришь как смиришь постели а если не понравится она потом продавать не имеешь права отпусти ее все она рассчитала с тобой это здесь написано и вот когда лежат и она начинает ему напевать то что днем днем она не сумела а ночью она хозяйка женский полк и она ему начинает знаешь а вот у соседей то у них вера то другая там ну там сектанты или кто-то хорошо бы нам там будет где-то да не пощадить ее рука твоя ты обязана утром сказать начальству и выведет ее и убьют но можно назад нельзя но она покаяние приносит приносит перед богом закон гласит одно сказали суббота израиль вообще не знал субботы и вдруг моисей объявляет стать вот две горы гора гевал гора горизим и люди поворачиваются вот теперь начинает что горизим на него будет ссылаться соборянка а нам кто-то сказал и говорят то чтит отца и мать долголетен будет все обязаны сказать аминь какой грохот стоял от этого поворачивайте гевалу на эту гору смотрите все повернутся до нас не повернулся сразу остановка так вы видите его тут же вместе сразу побивает камнями следующий игра и было забыто настоящее злословище отца и мать смерти умрет и весь народ договорил аминь а дальше уже говорится а сын то не слушается мод и пьяница наркоман родители даже его предупредить мы говорим старейшим и завтра сказали обязаны вывести его и побить камнями и там большой холл по сегодняшний день под ними он остался и ученики все знали этого делать нельзя а у нас здесь рядом мы живем около пьевого варки бабушка взяла внучку она не научна ничего бабушка храма она не идет она привела свои друзей у бабки пенсию и они и задушили это пишет сегодняшнее сведение где не надо глядеть на это во всем здесь действует на первом месте страх божий и совесть я становлюсь на этом слове мы посмотрим не оставляйте собрание вашего вы же не знаете что мы говорим о чем какие наши нужды как вместе собрать все надо а кого нету кого нет вы возьмите на учет предупредите скажите им при том сколько людей у нас ушло притом причин никаких не обид ничего не было почему одна только сказала у меня сын вернулся сидел за убийство вот сейчас вернулся и дома у меня от настоящий а я прихожу сюда как в раю у меня такие перепады а когда я иду там храмы которые там другие то я и задам от перешла пришла мне переживания сейчас нету я никогда не ждал такого объяснения это бывшая наша прихожанка она чтобы здесь не переживать такой резкий перепад температур нам сегодня господь позволяет это все выслушать мы сейчас коснемся как понимал слова израиль и собрание каждый человек так откроем притча соломона 121 дома не считаете если бы считали вы бы это все знали никогда бы не делали так что 1 21 притча соломона в главных местах собраний проповедует при входа в городские ворота говорит речь свою вот если вы чем занимались собрание это не намоление пришли это не соборование дальше 16 стих 21 16 21 глава критча соломона тут много что это надо где-то 332 место открыть человек человек сбившийся с пути разума во дворица в собрании мертвецов собрали мертвецов вы слышали такое слово если он по-своему делает он уже мертвец он уже на кладбище прописан ну давайте вздрогнем немного это все кончится проповедать вам никто не будет считать не будете возможности нету лежат книги хоть одну прочитал нет а которые раздавали по газеткам по одно там освещение другом прочитал нет а мы раздали то не худо не бедно 30 тысяч и нам-то и господь позволил сделать то что никто никогда не делал мы прошли до владивостока прошли до португалии скандинавия прибалтика 650 библиотек получили полный комплект наших книг даром не продали ни одной как это все на назад оглядываясь это невероятно это бы не сделать тем более в швеции сломались машина недвижимая мертвая советники были хорошие в росте машину мы сейчас деньги выслал покупаете новую на марку я идти дальше но господь дал по-другому мы вернулись машина дома и нормальный ход и так слушайте внимательно мы в собрание пришли или не собрание а просто зафиксировать и сам себя то не обманывая в это время сколько было в этом году на собрании ну сколько да не был но я если когда годовое там бывает зайдут дальше 26 26 притчи соломона считаю если ненависть прикрывается наедине то откроется злоба его в народном собрании понятно так его поддержат находятся оржатники они что будут говорить делать мы это все испытывали так так и было так она революция совершилась ну что вместо царя получили а сегодня прямо все это опубликовывается тайные документы только внутри страны 66 миллионов уничтожили сегодня полный а реестр дается откуда это что и если заинтересуешься другое дело деяние 431 собрание собрание мертвецов это твоя область если ты не ходишь на эти собрания ты давно уже в собрании мертвецов так и я был здесь речь не об этом идет вот то что мы собираемся это совершенно отдельно это богослужение так оно называется из которых я сказал пётр мещеных 80 процентов а у людей 100 процентов ничего не понимают ну не надо даже говорить что они понимают мы идем со священником в киеве храм софии я говорю батюшка сколько лет вы священник он пятьдесят два года а вот сегодня вы считали вот то что евангелие что не знаю мы так остановились больше ну как же так не знаете то ну даже маленько то вот она была такая то вот больная там назвали ее она не обиделась это воспитание такое наше попробуйте счастье достоинства он сразу поддаст срок ему такой деньги с него высчитать надо то есть безумие мы живем на кладбище мертвецов честь достоинства какой у тебя честь не честь и достоинства у тебя дня одного не было только чтобы не работать и жить и жить не как-то красиво и по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнили все духа святого и говорили слово божие с дерзновения вот как вот что в собрании делается землетрясение дух святой действует и дальше какие события и говорят при том говорят не один не два как у нас собрание так кто-то руководит этим поднял руку тоже сказать надо этом завершающих я совсем плохо стал слышать простыл и меня так что если даже интонация голоса меняется так 6 глава 5 стих мы считаем я не апостолу я говорю что собрание посмотрим и сравним где собрание здесь или там а если это там а тебя там нету не оставляйте собрание не оставляйте чем более видите приближение для у дня того расплаты а это быстро быстро совершится потому что подготовка шла столетиями и сегодня уже они не скрывают вы маленько так прикиньте что какие были моменты когда мы вели занятия в ГТУ я всегда говорил золотое время переживает наше общение сколько нам бог дал батюшка тут 26 человек крестились три священника одновременно заходили в воду и крестили отец наук тут среди нас был родной брат а и в тихий михаил это все дева божия считаем 65 и угодно было это предложение всему собранию и избрали стефана мужа исполненного веры и духа святого и филиппа и прохора и никонора и тимона и пармена и николай антиохийца обращенного из язычников а куда избрали на какую должность раздавать пищу готовит там за столами то есть только людей было много а вот одновременно в один день до трех тысяч ясное дело что ее руководили а теперь стали откуда кто и юрий получи там это горелая корочка дай тому и начался ропот ну дальше уже что все это делается на собрании вы ничего не знаете вы делаете все совершенно чужими и не знаете что у нас делается кто нами нуждается что ждут какие предстоят встречу на неделю у меня была встреча с митрополитом как господь все сделал я же говорил молитесь это даже и передать нельзя благодарение богу что сестра была и она все это засняла и качество митрополита никогда ни разу не сказал что не надо мы заходим и не спрашиваем снимаем один раз только он спросил а почему двое это фотографии а это фотография это видео все и дать книгам подарил восемь книг проповедь стихах четырех томник я скажу что для меня это было открытие я пришел домой сам опять посчитал когда и понял что книги эти которые которые форме они имеют особое качество теперь уже подтверждено это если у тебя какая-то смута что-то на работе семье не ладится ну не можешь отойти думаешь ложишься начни читать и уже буквально через в первом получасе у тебя все будет по-другому то еще написано но не не поддается расшифровки сразу второй раз и ты кто-то все было забыл я никак не ожидал что такое будет а сейчас прямо в интернете показывают заходят все дизайн что опять новое стихотворение на музыку положено сушите сухари уходим до зари благовестники как мы шли что было даже сам с таким интересом смотрю почему господь 7 глава 38 стих рядом я тогда попута скажу есть такой один фильм можно на первом место поставить иуда бен гур момент распятия иисуса христа и вот так было как который посягал на другого имущество у другого отнять у него усадьбу то другое а когда-то были не друзья между собой это но его пытали там когда пытали он разговаривать не может теперь там язык вырвали ли что-то а это слуга а один там ну которым занимался всеми делами и этот богатырь то носит на руках он будет как одно у меня ноги не работают он носит у него языка нет а я разговариваю вот мы так с братом здесь как двое за одну считаю все 38 это тот который был собрание в пустыне с ангелом говорившим ему на горе синая и с отцами нашими и который принял живые слова чтобы предать нам речь идет о собрании нам это слово может совсем и не нравится но по-другому никак просто это невозможно сейчас я хотел бы вернуться чтобы дома то вряд ли будете считать прочитай к евреям чего мы начали 10 25 мы маленько раскрыли что такое собрание не оставляйте вы оставляете и как это рассматривать сами смотрите в израиле когда первый раз закон просчитали и сказали суббота день особый и поэтому в пятницу наберите на два дня манна ну как будет ли нет набрали черви появились теле сосудах и не ничего нельзя сделать а что ничего не делать молиться можете бога прославлять его вас ждет от вас благодарности а мужик один пошел так что он там в пустыне сухие саксауловые веточки собрать кто-то посмотрел как-то считать работает арестовали как он я представляю сидел ждал ну как же дома то там этот самовар то как они разогревают а эти речь то идет о семье и они пошел нету говорят арестовали сидит царай тут я представляю потому что кое-что чувство когда внезапно арестовывать все отрывается у тебя в зависшем состоянии находится теперь быстренько перебирай как они тебя будут здесь и получилось так что утром были а что делать не знаю начальствующие говорят не знаю суббота только начало действовать первая суббота выбили побить камнями он не может понять когда царя расстреливали зашли и сказали наш такой-то город рабочая христианская власть решила расстрелять царское семейство царь никогорик сказал что и сразу раздались выстрелы их зашло сколько сколько было каждому сказали ты в этом стреляй в этого в этого и как это было а потом повторяется и в эту ночь валтазар был убит по-еврейски написали на стене кто исполнял это дело итак мы говорим о препятствии этому что совесть вот я сколько спрашиваю сегодня уже в интернете говорят я однажды сказал это переживаю совесть это тот участок души через который слышится голос божий какой участок убывать вся душа значит душа на кого похоже не знаю но я знаю если бог говорит нам и ты не слышишь значит совести никакой нету здесь нет ничего чему бы ты мог воспротивиться сказать мне это не надо я и без этого спасусь не спасешься потому что ты смотри на плоды какие вот батюшка наш он открыто сказал каждый год крест тебе говорит ни одна душа через меня не пришла батюшка как она придет вера от слышание а не от того что ты к друзьям пойдешь куда-то это ему все неоднократно высказывал пришел я упал на колени перед ним бачки не езди тем более у тебя там пружинка стоит завтра ты где будешь мы похоронить тогда даже мне кому каждый год убежал и нынче уже поехал там у него встречи наконец перелом начался какой-то вы помните об этом нам бог удивительно дал священника который с нами за все но он не приучен да я обратился у меня такой как взрыв произошел 27 сентября 62 году у меня такого обращения не было я помаленьку верил что то есть у него переходного момента не было а у меня он был 17 00 который весь карман кораблей уже знал что я сошел с ума такая перспективная была жизнь только учеба везде все благополучно в достатке стопроцентное здоровье деньги я понял все прах одним разом отсек и началась новая жизнь на корабле а это уже оторвано всего так просчитаем несколько мест и деяние 31 так мы прочитали так можем так подожди я на может прочитать 89 евангелия тяна 89 потерпите я к этому готовился несколько лет последнюю неделю здесь как раз пересматриваю смотрю тут много но если триста тридцать два места надо прочитать а я взял все только там 22 так я на 89 они же услышав то и будучи обличаемы совестью стали уходить один за другим начиная от старших до последних и остался один иисус и женщина стоящих посреди у нас беда то в чем есть закон который не соблюдается а закон составляли люди которые жизни свои не встречали другие что по другому вот я начале детского лагеря картошку чистят которые шкурки забирает свиней все время забирают у нас нет ни никаких отходов но у него написано что должна быть яма и должна быть там забетонирована но нету этого у нас написано вот это судей адвокатов у всех у них это не по закону совесть они расходятся тебе отвечать то надо будет не только по закону который написан на бумаге то но придется отвечать и по совести и вот здесь обличаемые совестью сегодня во внимание это никак не берется я разговаривал с большими людьми судебной практике прокурорами сделать ничего нельзя поэтому хороший адвокат хороший судья это хорошо знающий закон но если там не сходится по совести это не не по совести это мне говорит не тот окровой судья не по совести но у меня закон зачем у тебя закон такой нужен зачем ты взялся за это на первом месте совесть евангелие вторичное закон человеческий еще дальше стоит ты скажи сразу по закону вот так но я буду защищать по совести он женился специально что квартиру раскроить женился и дальше квартира нужно пополам делить теперь я за него работал всю жизнь получил пока старое время здесь совесть я веду передачи я просто на собственный опыт теперь вижу как они со мной бессовестно обращались и и веду передачи полчасовая роса называлась здесь да еще две передачи люди слышали я в трава еду подходят это не вы по радио говорит я потихоньку разговаривал он высчитал мне что это то есть популярность была огромная а патриарши в это время вмешивались любыми путями выбросите его оттуда но не даже что-то сказать про глава этой радиостанции илья николаевич как у одного человека был отец такой и он говорит следующее у нас уже не будет а почему а примите что говорят вам и зайдите московскую патриархию да вам-то какое дело никак а его то звонят он говорит лапкина кончились темы а мне теперь звонит а были темы готовы 123 темы были заготовлены а он сказал у меня нечего говорить я выдохся и поэтому а где за совесть твоя он приезжал хорошие отношения библию подарил неделю прошла эти директора смели проходит еще сколько месяца два закрыли радиостанцию а меня там не было она не нужна оказалась она держалась может за счет чего-то вот когда начинаешь дальше все исследовать только в ужас приходишь господи что я могу сказать когда тебя все есть да так деяние 23 1 я о совести сейчас скажу чтобы пробудить ее и быть собрание 23 1 это не мое выражение что в обе там участок души нет какая бы от совесть стоит ли искать ее до 23 1 паэл устремив зор на синдрион сказал мужи братья я все доброй совестью жил перед богом до сего дня можем ли это сказать представьте собрание какое и он опирается закон знает это не просто парисеют парисеев получает удостоверение что идти арестовывать в дамаске дамаск это столица и кончилось чем и вы знаете как ему пришлось уже бежать оттуда как он сразу стал говорить совестью своей я служил а меня не по совести выдвигали а потому что я государственный закон выполнял христиан брал казнил тюрьмы толкал их по человеческому закону поднимался по большему никто не видел как он страдал дальше 24 16 деяние посему и сам подвязаясь всегда иметь непорочную совесть перед богом и людьми а где закон за вообще как будто нету закон был в совести вот человеку чтобы продать дом сегодня или на этом месте устроить ну что то такое больницу вот как у нас устроили сколько нужно в москве больше нужно двести двадцать кажется 6 организаций надо пройти и каждый год перерегистрации еще по 50 сколько то есть сколько людей которые не работают а живут только за счет кого-то это сегодня парламентская газета все это печатает я данные беру не откуда-то конкретно люди которые паразитируют за счет другого она решила молодой малый бизнес сделать не получится 226 организации принимаете каждый день а в израиле как было ну продает землю а кто покупает иеремия пришел покупатель два свидетеля всего четыре человека при том одновременно все а тут по разному когда работает какие часы мы живем в страшном болоте лжи почему не по совести эти люди которые делают все это они бы сказал я же никакого продукта не даю людей доброму не учу только одно приходи и при том это в ней просто прийти оплатить надо вот это вот когда форма тоже не жилое было помещение а свод спасение на водах если бы не господи дай ему царство небесное владимир николаевич баварин был вот сколько приезжал и везде только звонок но его сильно уважали и все мне бесплатно делали в жилое перевозки надо было вот это что там проводная электричество все бесплатно делали так они насыпились со всех сторон надо красную линию провести какую ну разве тут два дома пополам вторая книжка должна быть домовая и так и не смог сделать так забор чтобы поставить позвонил надо без забора теперь с улицы желтая линия вот асфальт что дальше асфальта мы не будем строить еще ради будет строить и когда там дорога у нас закон такой я даже никогда не знал я только звонил владимир николаевич так ну ладно идите то есть они не ждали такой заступник будет почему потому что на этом люди живут не работая ты по совести то глянь сегодня маленько раскрой глаза и посмотри как это будет хорошо ли это перед богом будет ну ладно ты сделал добился чего-то а теперь то на суде то божьем то тебе потребуется совесть на первом месте стоять будет мы считаем и идем дальше 1 петра 3 16 я совести говорю чтобы не оставляли собрание своего имейте добрую совесть дабы тем за что злословит вас как злодеев были постежены порицающие ваше доброе житие во христе то есть если они делают по закону увидеть что мы не так рано или поздно все что у них там собраны люди где-то там пять миллионов за их совесть все разрушит не по совести это а вот сейчас только людей нахлынет будете принимать у нас потеряйки было когда там наводнение то было амура ну и туда тогда был президентом другой он премьер-министр был ну и куда люди взяли кредит а работы то нету все залило нигде нету а счет то идет я не обратились президенту ну как же так мы не можем рассчитаться каждым нём сумма то растет там проценты идут работы то нету нам жить негде но по совести то разве можно брать тех которые так все уже потеряли сушили аппараты привезли за хоть в комнату за зайти никаких ответ был такой ну я ничего не могу сделать да зачем тогда ты нужен а то твои граждане сделать так чтобы им хорошо было вы в любом деле на первом месте выдвиньте совесть по совести то ладно не будет мне понравилось когда мы квартире собирались ехать у меня-то машины нету кому-то сказать ему рановато потому что тут надо женой но однако когда по подошло время у нас сестра поехала а этот человек брат наш позвонил и сказал там я не могу знаете как радостно было что он все равно не поехал бы но он беспокоился это говорит совесть тревожит его как же так мы ждали этой встрече почти две недели а этот был далеко там с патриархом там интронизацию отмечали по рукополагали кого-то епископа а теперь нам назначили время в девять в девять мы должны быть там ну мы на пятнадцать минут раньше приехали я конечно не могу эти слова сказать что от архиерея что-то но расположение я вам сказал владыка вы для нас не просто владыка как отец родной что на нас были гоняны все застер как будто никогда нигде не было да переспрашивает книги эти расположили здесь я говорю вы не потеряете не выкиньте просто приятно встретить это было я вышел там я одежда висит а вверх это а он вышел в коридоре я не слышал кричит мне проститься надо в коридор вышел вот как бог делает а почему за то что у нас там было и мы никаких мер не принимали а того убрали а у него это мне ладится а митрополя алтайская одна из самых богатых он пришел наладил отношения сразу из администрации с властями все у него есть почему громадный опыт попутно сказать он сколько лет работал в иерусалиме в эстонии в чехословакии и везде у него там медали благодарности и не угождало именно ему бог это открыл так что милостью божьей мы имеем связь с ним римлян 2 15 пишите внимательно проверяйте себя 215 они показывают что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие то оправдывающие одна другую вот и закон речь о законе а на первом месте совесть не по совести значит не брать я не могу брать я не могу ничего делать по совести надо вот так ну делайте по совести власть это не утвердит она скажет закон и они бьются за параграф закон я как-то был здесь в кабинете полномочного представителя российской федерации у президента и вот такая вот стопа примерно вот такая что то за журнал это новое законодательство которые выходят а кто знает никто их не знает но бывает кто то что то знает они один принял а другой не считал это выигрыш на этой стороне будет то есть знание пустого на первое место выходит а по совести то рассудили бы сразу но я заходил там был один человек когда я уходил четыре человека сидели второй стол поставили а что они решают не ничего не создают не шьют не выращивают дальше 9 1 римлянам совесть должна подсказать субботу воскресенье я постараюсь быть здесь с верующими истину говорю во христе не лгу свидетельствует не совесть моя в духе святого он еще подтвердил как ну павел ну я поверил а другой скажу мало ли еще так сейчас любой выйдет совесть моя подсказывает как тебе совесть это подсказывает на каком основании надо смотреть по слову божию посмотрите люди некоторые вставлять еще командуешь нами чем и хуже тебя у них было название определен дофана верон и корей помните когда занятия это вели у нас студентки юридического факультета были я так раз грифельная доска и здесь преступление говорите какое преступление наказание 10 суток но это за ругался при а вот это год столько-то смертная они все говорят я говорю что почему второе живем вот такое нету есть это разделение с церковью это пренебрежение церковью христа отделились от него а мы чем хуже и доказать но доказывать доказывать я не могу завтра бог будет доказывать а как будет доказывать не знаю бог сказал завтра я покажу и как только собрались они из шатов пришли жены дети знатные люди и и моисей только видимо успел крикнуть им отойдите от них сейчас господь что-то сделает не знает и вдруг земля расселась с шалашами своими женами с детьми с имуществом все провалилось и земля закрылась живем в ад это вот это сектантство вот это все что сегодня делается против церкви это туда как бы трудно не было у нас хорошее отношение с церковью по сегодняшний день мы официально к ним не принадлежим дальше 1 коринфянам 10 25 пробудить совесть и дальше доказывать еще не надо я не подходить даже не буду говорить я сказал будут они слушатели не будут писание говорит а ты говори если они как бурный ветер на тебя будет тебя сделал как скала все что продается на торгу есть и без всякого исследования для спокойствия совести видите как не надо расследовать а может там яйца добавляли мне надо звонят такой не надо ты где не бери вообще все уже взял снежда помалкиваю ясно дело что это не кусок мяса дальше я пропускаю сколько 1 тимопе 1 19 1 19 имея веру и добрую совесть который некоторые ответ отвергнув потерпели кораблекрушение в вере кораблекрушение я знаю что такое не приведи господь взяться не за что у нас по перри пережаем и вдруг начинается буря а буря это значит тебя поднимет вагнер посмотрите зарядите называются там уре буря или там вагнер где-то и трудишь как какие корабли из-за волны наконец полностью почти под водой опять поднимаются только против волны если поперек сразу тебя против нет и и потерпели кораблекрушение еще раз прочтите место 1 тимопе 1 19 в частном письме апостол павел это пишет имея веру и добрую совесть которую некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение в вере видите как отвергнуть совесть это кораблекрушение отвергнуть поэтому незакон какой-то совесть я первый раз даже растерялся когда златос говорит совесть первичнее евангелие он не сказал выше но первичнее почему а когда евангелие появилось но столько а пять тысяч пятьсот восемь лет чем люди руководствуют совестью то она оправдывала то одобряла а сколько есть народности на островах которые никогда не слышали еще не считали совесть и там есть добрые люди есть злодеи дальше 4 2 1 тимопея мы увидим какая бывает совесть и чтобы нам против совесть это не нибудь 4 2 через лицемерие уже словесников сожженных совести своей водка уже словесники они что попало говорят что судят на меня столько разных обвинений везде идет вы не как молчание все а что говорит то когда совести там нет никакой а вот узнали вот там готовится на вас и я говорю пристал за за на что только 41 звонок был с угрозами уже удберяй тут отворяй ворота там и и проще что помолиться они меня разбудили что первым делом быстро помолился господи прости их они не знают что делают коснись их сердце в это время когда они со мной занимаются они другим зло не делать то что хорошо я эти силы как бы на себя оттягиваю дальше 2 тимопея 13 сожженные в совести повторяю себе да не быть таким сожженная совесть тебе скажет зачем тебе нужны все собрания то другое бывает человек молчаливый никак это не имеет значения ты можешь дать совет может сидеть молиться только у нас насилия никакого здесь нету все время переспрашивать ведущие у кого сказать что-то надо 1 тимопея 13 2 тимопея вернее благодарю бога которому служил от прародителей с чистой совестью что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих день днем и ночью днем ночью о ком-то вспоминать молиться от меня только сегодня сказали наш брат сколько время не может выздороветь там видимо на работе простыл его из больницы в больницу привозят и привозят городскую теперь виталий так сказал ну вот видите хорошо а если бы не было собрания то я бы не знал он не знал а там нужна помощь молитвенная я могу только сказать о нем он искренне верующий человек малограмотный но добросовестный и честный он самое простое даже не знает выезжали когда люди попутно сказать чтобы с исхождение к такими людям а у него осталось тысячи кирпичей но не повезет же он их корщину то я бы покупаю сколько стоит он вот столько я платил дефолт тут знаешь что делается а что это такое ну сколько ты заплатил за него сколько я тебе столько дам ну и все да зато только 10 кирпичей возьмешь а не тысячи а как а сколько сегодня за тысячу я должен отдать он никак не может это даже понять ну пришлось рассказать а покупает сдачи как а сколько дадут видите надо снисхождение делать и помочь чтобы его на каждом шагу не обманывали а при том чистой совестью говорит только то что есть ему кое-как показал что тебе то там купить надо это тысячу поэтому я должен заплатить тебе за это да может еще и за перевоз дать дальше к титул один пятнадцать это в частном порядке павел пишет и такая забота о совести один-пятнадцать для чистых все чисто для оскверненных и неверных нет ничего чистого но сквернены и ум их и совесть вот и все а теперь посмотрите открой исход двадцать три семнадцать заканчиваем теперь как раз о том чего мы начали как израиль поступал 2317 исход это как раз к тому чтобы не оставляли собрание своих три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лице владыки господа твоего представьте вся страна никто не защищает нигде ни одного нет все должны прийти в русалин а большим же говорится второзаконе потому что новое поколение ему надо было дать три раза в году у нас рождество пасха христова там допустим крещение три раза а теперь вопрос а если они не придут как это не придут когда указание дано было они обязаны прийти но было такое нигде ни одного случая такого не было даже она беременна и и иосиф сажает и поехали отметить все а теперь теперь на этот праздник эти праздники указаны на новозавете такие ни один человек за все существование не нарушил так у меня работа такая кому так сказано три раза в году обязаны были там и поэтому сказанное слово и следующее священное писание ибо по нему бог будет нас лить богу нашему слава во веки веков аорм а он и и и и и и